Габриэль Иглесиас Габриэль Иглесиас О, да, давление не подскочило Большое спасибо, Бейкерсфилд Никаких слов не хватит, чтобы поблагодарить вас за приглашение сюда В Театр Фокс Да, меня часто спрашивали, где даешь концерт? Если выступишь, то где? И кто-то говорил, может, в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе? А я отвечал, знаете, я начинал не в Нью-Йорке, не в Лос-Анджелесе А в 97-м, мое первое выступление в театре было на этой самой сцене И я знаю, многие из вас смотрят на фон и думают Окей, если он так любит Бейкерсфилд, то почему вы ввесел Гавайи? И просто чтобы вы знали, это не Гавайи, это побережье Бейкерсфилда Я люблю вас, народ, я... У меня столько приятных воспоминаний, черт возьми Правда, некоторые размыты, потому что я был... Но здесь сложно реально оторваться Надо быть осторожным, потому что полиция Бейкерсфилда Серьезные чуваки, остановят за что угодно Взяли меня снаружи Что вы делаете? Иду Но одно я знаю точно Если рассмешишь копа, тебя отпустят Но надо действительно рассмешить Не просто так А надо просто вот так Однажды так рассмешил копа, что он чуть не описывался Знаю, потому что он мне сам сказал Он был, знаете ли, вы не поняли Я, блин, чуть не описывался И в Бейкерсфилде мне нравится все Каждый район города люблю, даже Уилдейл И все, кто смотрит дома, такие Какой нахрен Уилдейл? А он мне все равно нравится, парни Нравится Ну да, выпивать в городе надо аккуратно Потому что некоторые не умеют пить Про себя сами знаете Некоторые не умеют И ведь никогда не угадаешь Особенно парни Знаете, как бывает, когда нажираемся, превращаемся в одного из трех чуваков Либо я люблю тебя, чел Ненавижу тебя, чел Или такой, поди сюды, парень Знаете его, да? Поди сюды Ну я знаю, потому что это я О боже, я не умею пить Люди, когда напиваются, говорят не то, что думают Знаете, когда напиваешься, можно слышать У-у-у-у, пойду пробегусь Держите меня семеро О чёрт, да, мужики И когда пью, то что-нибудь не очень крепкое И не пью пива Пива просто нет От пива я говорю со своим телом Я это не люблю Когда напиваюсь пивом, я такой странный, я типа В чём дело? Эй, а говорю, что справишься Не разговаривай со мной И ты тоже дермишься Как я и сказал, надо осторожнее быть, понимаете? И если хотите пить, а потом сесть за руль Не стоит Такся идея, как я говорю Ты знаешь, когда ты пьян Обстукиваешь стены на парковке И не можешь найти выход Эй, эй Некоторые из вас добираются до улицы И знаете, когда вы пьяны, вы такие И слышите сзади Заткнись, дебил А если слышите волшебный звук В голове одна из двух мыслей Первая Я в порядке, всё нормально Я справлюсь Или вторая Меня посадят Меня посадят Меня посадят Прощай навсегда, любимая Меня посадят Скажи детям, что я люблю их Я снова повторю Если рассмешите копы, у вас есть шанс Если вас тормознут за вождение в пьяном виде Тормозите так медленно и осторожно Как можете Паркуйтесь Но если вы уверены, что вас посадят Окей, вы уже Я умываю руки Веселитесь Не в смысле сваливая в погоне? Не, не, не Так не надо Потому что далеко вам не уйти В смысле, если вы пьяны, уверены, что вас засадят И у вас тонированные окна Будет дополнительное веселье Снимите ремень Залезьте на пассажирское место Нацепите ремень безопасности и сидите Вы даже не представляете, как он удивится Подойдет к водительскому месту с фонариком А вы сидите там Он был секунду назад Понятия не имею, куда он пошел Простите, что? Я вел? Да нет Да я же в стильку Это печально, ведь я знаю, что кто-нибудь из вас попробует Давай сделаем, как толстый сказал Сделаем И для записи я не толстый, я пышный Для тех, кого я еще не знаю Есть пять уровней толщины Пышный один из них Есть плотный, большой, здоровый, пышный И твою мать Я еще на четвертом Меня спрашивают А как узнать, что будешь на пятом? Ну, очевидно, мне скажут Когда пытаешься войти в забитый лифт И люди останавливают и кричат Твою мать Или когда идешь в Диснейленд, а детишки хотят покататься на тебе? Хочу на этом Твою мать Эй, простите, но детишки слишком честные, блин Они как маленькие алкоголики Люблю Диснейленд, но там не любят пышных Точно нет, блин Их волнует безопасность, понимаете? И это отстой, потому что я влезу максимум в один ограничитель Один это порядок, но у них же целых Если ты пышный, эта хрень не защелкнется Пытаешься Люди в очереди ждут Ты сможешь! Однажды я заехал туда с моим другом Мондо Большой парень, еще один толстяк Я с ним поехал, потому что ехала вся его семья И он не хотел без твоку гулять по округе в одиночку Так мы болтались до конца дня Пока Мондо не сказал Чувак, надо прогатиться А я на чем? Нас никуда не пустят, чувак Мы слишком толстые В Десной Мондо есть аттракцион, называется Горобрызг Это что? Там бревно, садишься в него Поднимаешься на гору, потом едешь вниз и всплеск Никаких ремней, никаких ограничителей Просто садишься и едешь Никаких ремней? Никаких ограничителей? И мы устали в очередь, радостная И я вижу, как люди уходят от горки с какими-то карточками И я такой, это что такое? А он, о, там тебя фоткают, когда съезжаешь О, ладно, хорошо, и вот в конце очереди Мы встречаем девушку с микрофоном Девушку, которая воспринимает работу слишком серьезно Окей, сколько человек? Четыре? Два сюда, два сюда Сколько? Пять? Три сюда, два сюда И тут подходим мы Сколько человек? Пофигу, получаем свое бревно, едем Плескаемся, как маленькие дети Три минуты проходит, и момент истины Взбираемся на гору Монда поворачивается и говорит Чувак, давай пофоткаем Ты дурак Я вниз И как только нас пускают Выходим с горки, с нас течет Тут все такие розовые Как будто розовый детский сыр Идем купить фотку А там девушка за стойкой, рукой экран закрывает Я спрашиваю Монда, бро, а на какой лодке мы ехали? А он на 22-й И я Она закрывает 22-ю Черт, нам лучше валить О да, мы валим Проходим мимо девушки, но нас тормозит охрана И считайте, что вы не жили, если вас не останавливал Жуткий мужик со значком в форме мыши Этот мужик говорит Стоять! Секундочку Мэм, уберите руку от экрана Видите, что я вижу? Это позор для парка Мы просто не могли поверить, что тут на такое можно было снять Хочу вас спросить, парни Узнаете этих двух толстых женщин на фото? И когда мы стояли и смотрели на эти фото, мы с моим другом Армандо кое-что о себе поняли Что когда два взрослых пышных парня катятся с горы под углом 45 градусов Без футболок вот так Мы выглядим как сексуальные тёлки И опять, если будете пить, будьте осторожнее, пацаны Кто-то из вас умеет, кто-то Меня выгнали из бара в день Святого Патрика Я выступал в том баре Вот как меня вышвырнули, а? Прикалываюсь, люди передают бесплатную выпивку Вот, выпей ещё Ну я И начинаю бесить администрацию у владельца этого ирландского местечка Бармен такой Эй, друг, расслабься Ты в порядке? Развлекаешься? А я был такой пьяный, что ответил Мне вообще круто И люди вокруг О боже, ты ирландец? А я такой Ну да А не, откуда из Ирландии? Ну из Дон Тауны Ты сюда пешком добрался? О нет, не пешком На сле Если не смеётесь, ходите на такие концерты почаще Это очень смешная шутка Просто в слёзы Спросите 10-летнего, что было прикольного Это прикольно Однажды я рассказал эту шутку в Мэнфисе, Теннесси И один парень подумал, что знает, почему это смешно Он сильно ошибся, но встретил после меня Мухой Эй, ты, пышный Ну и я, чего? Пойди сюда Нет, ты пойди сюда Он подошёл и сказал Просто хочу сказать, что твоё шоу просто ржак Я чуть не обоссался, когда ты сказал На сле А мой друг рот не смеялся, так что пришлось объяснять И он подумал, что я не прав, но я прав Решишь нас спор? Конечно, что ты сказал другу? Хорошо, слушай, я ему объясню, почему это адски смешно, когда ты говоришь Осёл Потому что ты мексиканец А мексиканцы ездят на слах Так бы я его застебал напрочь Но, во-первых, я был в Мэнфисе, Теннесси Без поддержки И второе, парень был бухой А я не связываюсь с пьяными Не А вот что касается пьяных женщин Девушки, когда идёте куда-то, убедитесь, что с вами парень Надо взять хотя бы одного Даже если он... Ох ты божечки Нужен один Потому что если одних девушек будет много Одна тут же считает себя за главную, понятно? Как войска собирать, да? Все собираются Окей, ладно Слушайте мы Заткнитесь Окей, ладно, вот что мы будем делать Берём мою машину, так что оставляйте свои Мою машину, оставляйте свои Готовы? Готовы? Пошли Садятся в машину Добирается до клуба О нет, моя сумочка Заходит, начинает тусить, веселиться Конец ночи И та же девочка-лидер Капитан, напивается сильнее других Самая неуверенная походка Терять туфли, сумочки, ключей, друзей, машину Кто-то из вас уже знает Да это же ты, сучка Конец ночи, она вываливается из клуба Надо пописать Больше так никогда Стоит на обочине, плачет, макияж размазывает Я потратила жизнь зря Ну кому я теперь сдалась? И вот тогда выхожу я Чё, как? И опять я об алкоголе Просто у меня всегда бывают такие случаи Типа однажды ночью напился и не знаю, что случилось Но как-то я попал В танцклуб Клуб для джентльменов Ну понятно Я туда не хотел, это случайно вышло Тормознули у клуба и... И я понимал, где я Даже если ты пьяный, даже пьяный и спишь Сразу понимаешь, где ты, когда услышишь Я зашел, у меня узнала одна танцовщица Их надо звать танцовщицами или артистками Иначе будут психовать Будут психовать Я не стриптизерша, ясно? Я артистка Я такой, не-е-е-ет Это я артист А ты грязная девчонка Если девушки узнают О боже мой Я знаю, кто вы Вы знаменитость А я типа О нет И другая танцовщица на шестер А слышала слово знаменитость Останавливается Подходит О боже, вы знаменитость? Можно автограф? Да ты меня даже не знаешь Пофигу, подпишите Ладно, расслабься Как зовут? Жемчужинка А фамилия? Родригес Жемчужинки Со всей любовью и уважением Скорее Я разозлился и написал Джордж Лопес Я был пьяный Просто пофиг Просто бухой Она перепугалась такая О боже О боже Вы Джордж Лопес И я ничего не мог поделать, народ Я был такой бухой, что сказал Знаю Эй, каброна, почему плачешь? Почему ты плачешь? Я псих Я псих Не вру вам, Джордж знает Это все правда И не думаю, что это ему нравится Я пародировал еще кое-кого Например, Пола Родригеза И Полу понравилось Пол классно отреагировал Знаете, такой Эй, я слышал Тут какой-то чувак Может говорить, как я Это ты? А я Да, это я Это круто Знаю Эй, а можешь изобразить Мэнсиа? Вот как это делается И Карл Спрайта тоже узнал И разозлился Потому что я Должен изображать лучше Но иногда я использую свой голос в лозу Не вру Если что не по мне, например Когда я закупаюсь МакАвто И мне запарывают заказ О, я во гневе Я возвращаюсь И опять заказываю Но взрываю мозги Включают микрофон Добро пожаловать в лучшие бургеры Что закажете? Я делаю так Здрасте Можно двойной чизбургер? Картошки фри шейк Двойной чизбургер, картошку фри шейк О, Господи, да Спасибо, подъезжайте к окошку Я подъезжаю И они не ожидают Меня Какие у них лица в этот момент, да? Это вы заказывали? И стоят с пакетом едой Э, хотите кетчупа? И вот где главный момент О, Господи, да Да, черт возьми И, кстати, пока не забыл У меня есть привычка На выступлениях иногда вставлять что-то по-испански Если не знаете испанского, простите, ладно? Обещаю, я переведу Никого не хочу отпугнуть Или чтобы потом администрации Жаловались, ну да? Это что тут за хрень творится? Что это за шоу? Кому-то быстро надо написать Сабы Для этого сукина сына Я не платил за то, чтобы слышать Как жирный самоанец Говорит по-испански Я не самоанец Я пышный И понятия не имею Почему он принял меня за самоанца У меня было пару раз Когда меня спрашивали Ты голаяц? Ну нет И это не только из-за рубашки Я думал сначала Это из-за рубашки Но при чем тут она? Если наденешь сомбреро Не станешь ведь мексиканцем Видел, как белые делали серапия И ездили на осле сомбреро Но ведь вы не станете им кричать Ола, амига Нет, вот и просто так Здоров, Тед Здоров А он ходит, знаете Хола Давай, тупой осел Осел Вот так вот Не понимаю Но все равно забавно Не знал, почему меня принимали за гавайца Пока не съездил на Гавайи И узнал, что гавайцы выглядят Как толстые мексиканцы Точно Схожу в самолет Оглядываюсь и такой О боже, семья И даже они такие Брат, алоха Бла-бла-бла-бла Обожаю Гавайи Там было здорово, да Там столько разных культур Много азиатов Полно Много корейцев Знаю, потому что заказывал там у портных рубашки В разных местах И как ни зайду, там всегда кореянка Старая кореянка Очень серьезная Захожу, а этой кореянке всегда есть что сказать Я был там неделю И каждый день она находила новую приспуску Однажды захожу И ничего ответить-то не могу Есть же 75 Никак ей не ответить Но вот я зашел Старушка за стойкой Посмотрите, кто присоу Кто присоу Кто присоу О, блин, сегодня будет много работы Пофигу Не издевайтесь надо мной Но я могу это выдержать Я отхочу И мне говорят Габриэль, ты же выходишь и сам себя стебешь Но нет Я выхожу и рассказываю про то, что слышал от людей Тут есть разница Иногда подставляюсь под собственные шутки Но даже не осознаю этого Три года назад Я купил жука Долго не выбирал Это не шутка Заткнитесь Видите, я вам даже историю не могу рассказать Я не раздумывал Купил машину Потому что это был доступный Экономичный Новый Чертов жук За около 17 тысяч Типа первая новая тачка Поехал показывать у дома моего друга Мартина Думал, будет круто Знаете, так торможу Мартин Он же в худ, поэтому из машины не выхожу На другой стороне сидят бандусы Они не убивают людей, всякое такое Просто зависают на парше и матерятся Так вот, я на жуке у дома Мартина и слышу их Ну и я такой Мартин И слышу Эй, в чем дела, парни? Как дела? Как ты туда в лес, эссе? Быстрее, Мартин! Через два месяца я опять к нему заехал Но теперь я поработал над тачкой Диски навесил, стикеры понаклеил Чип зафигачил в мотор, чтобы быстрее ехать Думал, что было неплохо, да Торможу Мартин! Я не повернусь Эй, я вас не вижу Что? Зацените, жирная ярость в ней Я даже не жду, да? Избавился от этой тачки Продал и купил большой старый универсал Сначала было неплохо Ну, у тачки такое, блин, потребление Литр на пять километров О, ну нельзя быть крутым на такой тачке Которая жрет бензин, как я жру такос Нельзя на светофорах соревноваться с другими водилами Что? 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 20 баксов в пол О нет, но это было прикольно Там было GPS Он стар, а это вообще круто Еду, и тут девчонка говорит Направо, затем прямо Через три четверти мили налево А я типа, что скажешь? Так как я большой, замечаю, что люди искренне желают после шоу меня поучить Ко мне часто подходят и говорят Габриэль, ты прикольный Ты такой талантливый, но не думаешь, что, может быть, ты живешь уж слишком без тормозов Ну и я Да, я люблю поесть Ну, ты же хочешь дожить до ста? Пока могу есть такос? Столько, сколько захочу Многие думают, что если только качаться и есть правильное делать то, что говорят другие Проживешь долгую счастливую жизнь Ну, может быть Но знаете, зачем люди отмеряют жизнь по годам, а просто не наслаждаться всем своим временем? Контролировать каждый... Ну, вы понимаете? Чего хорошего? Дожить до ста, но при этом ничего не сделать Не выходить, не гулять с друганами, не бухать по клубам, не проснуться ни разу на улице Понимаете? Чего хорошего? Сидишь дома в тепле Я хотел бы дожить до ста Ну, знаете, ну, не знаю Вот почему я нереально уважаю Того охотника на крокодилов, царство ему небесное В смысле народ? Он умер в 44, но... Умер, наслаждаясь своим любимым делом Не многие так могут сказать о себе Если я завтра умру от переедания, слава богу, именно так я и хочу умереть Знаете, сколько у него было адреналина? Каждый день рисковал жизнью Ведь знаете, переходишь улицу, и внезапно машина И тебя чуть не сбили, и сразу А потом истерика О боже, чуть не умер Дотронься, выщипни меня, о боже И целый день наслаждаешься жизнью Смотришь на птичек в небесах И любишь жить Он так делал каждый день Вот почему я каждый день пытаюсь прожить так, как будто меня завтра уже не станет Ведь никогда не знаешь Не хочу завтра помирать Знаю, что сегодня мог бы слопить кусочек торта Так-то Вот меня спрашивают Почему бы тебе в качалку не сходить? А что если я завтра умру? А у меня все мышцы болят Хочу умереть здоровым Чтоб когда меня вскрывали, в прозекторской бы картошкой пахло А они бы сказали Этот мужик знал, как жить Точно? Хорошее время Вот, охотник на крокодилов Очень его люблю Очень уважаю Но говорят Такая потеря для исследователей природы Он научил нас многому о природе Я в бешенство впадаю, когда слышу по ТВ Девушку, которая говорит о природе А звучит так Нет, ничего он нас не научил А если хотите изучать природу Смотрите канал Discovery Или наши программы, где мужик на сафари Рассказывает про звери издали Охотник на крокодилов Нет, в каждой серии Эй, как жизнь? Гляньте сюда Вот сюда Это тигр Он весит 800 фунтов И может убить человека за 10 секунд Я до него дотронусь Привет, тигр О, он в ярости Он злой Следующая серия Это королевская кобра Самая ядовитая змея на планете Один укус И я труп Пойду я схвачу Она в ярости Если он правда так хотел Всех впечатлить нам Америке Стоило его одолжить И послать в Ирак Без оружия Только операторы Прикиньте, как враги бы пересрались Вот солдат работает на Аль-Каиле Ну, знаете И тут он выходит Шорта Крайки Что такое крайки? Что за нахренка крайки? А он идет и такой Эй, смотрите Вон член Аль-Каиды Иракский солдат Одно из самых опасных существ На планете Нажатий на крок И я труп Пойду потыкал в него палкой В ярости Кажется, он еще злится Да, народ Это страна Я люблю жить в Штатах Не могу придумать Где бы еще хотелось жить Кто-то скажет Ну, ты мексиканец Не хотел бы пожить в Мексике Люблю Мексику Но только изредка заезжать Изредка Мне и тут нравится Вот почему я люблю Когда спрашивают Каково быть латиноамериканским комиком Отвечаю всегда Понятия не имею Я комик, который внезапно Еще и латиноамериканец А в чем разница? Ну, разница, что меня покажут Пока мы за Централ А не Телемундо Не просто народ Ну, понимаете Немного говоришь по-испански И люди прям пугаются О боже, он говорит по-испански Не поймите меня неправильно Я вообще люблю испанское ТВ Там кое-что реально прикольно Больше всего люблю рекламы Они всегда про секс Не понимают, что рекламируют До самых последних секунд Там всегда такая модель секси Ола Ай, ке рико И на 28 секунде А ты такой сидишь и думаешь Надо купить фепси Я обожаю газировку Люблю ее Мне тут дали воду, но... О, газировка А я даже не увидел Простите Уно моменто Пепси А еще одна диетическая Это очень круто Я не на диете Меня часто спрашивают Так зачем ты пьешь диетическую колу? Чтобы есть обычные пироги Я люблю пироги Вы что, никогда не едите? Хочу, кстати, поблагодарить Трех человек, которые испекли мне пирог Он там, в гримерке Мне очень приятно Это было очень мило Администрации моей агенты Были в ужасе Габриэль, почему они приготовили тебе пирог? Потому что НИТВ сказал, что люблю пироги Вот они и принесли А мой друг Мондаро зазлился А почему ты не сказал, что любишь шлюх? А еще меня недавно спросили Габриэль, когда будешь выступать То станешь что-нибудь говорить о стране Или там о политике Ну, в первую очередь, я хочу сказать, что люблю эту страну Я не хотел бы жить нигде больше Знаю, что полмира думают, что наш президент дьявол И многие из нас согласятся Он не... Ну да Мне даже не надо стебать президента Он и сам справляется Понятно? Сам справляется Каждый раз, когда он появляется на ТВ Жду с нетерпением его речи Особенно и на пресс-конференциях Мистер президент, вопрос Уже прошел год Каковы ваши планы насчет Катрины? Ха, мы ее найдем Точно Заставим ответить Катрину по закону Есть основания полагать, что Катрина работает на Аль-Каиду Каида, Катрина, обе на К начинаются Мы президента выбрали, но я за него не голосовал Но с другой стороны, я и за второго кандидата не голосовал Я просто типа... Как бы уж победил, для меня загадка Мы, американцы, любим голосовать, но не за президентов А за что-нибудь по типу американского идола Потому что это прикольно За президентов не прикольно За американского Вот что надо сделать с президентскими выборами Показывать обоих претендентов по ТВС час И называть еще типа, кто будет боссом этой сучки Показывать их час, потом еще полчаса дебатов А внизу на экране номер телефона на 800 с подписью Отдай свой голос Вы дозвонились до президентской горячей линии Вы, если выбираете Джорджа Буша, нажмите 3 Джон Керри – 4 Другие варианты – 5 Вам никто не нравится? 5 Подождите, пожалуйста Знал, что вы одумаетесь Точно Вы скучали по папочке О да, я такой говнут Мне все пофиг Но все-таки простебал Еще одно ваше важное достижение Возможность путешествовать Но я им не пользуюсь Пока не стал комиком, вообще не путешествовал Я такой, о боже, там целый огромный мир Пока я зависал во Флориде Был шанс зайти в один интересный парк развлечений Такой альтернативный парк Гаттерленд Реальный парк, я встречал владельцев Классные ребята, но должен вам сказать Самое лучшее в этом парке развлечения Они записали для автоответчика Самую прикольную речь, что я слышал Звонишь туда и слышишь это Вы дозвонились до Гаттерленда Самый крутой парк и аллигаторов в Америке Видели их по ящику, так теперь посмотрите вживую Гаттерленд Вам здесь понравится А потом он говорит Чтобы послушать по-испански, нажмите 2 О, надо послушать Я не говорю по-испански, но вам здесь все равно понравится Умер от смеха, звонил им раз в 10 Офигительно Я уже даже вспотел Какой секси, да? Ну не важно, мне тут с вами весело Благодаря вам вообще многое стало лучше В начале карьеры, когда вот только начинал И заезжал сюда в Бейкерсфилд В Театр Фокс Часто подходил к кафешке на колесах с Така Дальше по улице, Така Лока Она все еще там Я вообще люблю кафешки в фургончиках, знаете Но вот там просто другой уровень Просто замечательная кафешка И мне не проплатили, просто рассказываю Я там часто заказываю И тамошние ребята, они знаете Девочки были милые, а парни злые Хочу заказать, значит И продавец такой Капасу, гордо, че хочешь? Че хочешь? О, привет, чувак Можно два так и курицу и колу? Окей, что еще? Это все Иди ты, чувак Но было весело Нас рекламировали на разных городских станциях Чтобы рассказать о моем шоу Приглашали меня на испаноязычные радиостанции И я раньше там выступал И все было нормально Но в последние разы пришлось отказаться Потому что пришлось беседовать с чуваком, который типа из Мексики Я знаю испанский И вы посадили меня с чуваком с родины Захожу в студию, и там только он и я, да? Начинается эфир, и он Встретил его в коридоре И он говорил так же О, привет Мы в эфире? Нет Тогда зачем ты так говоришь? И я и даже испугался Представляете, как этот чувак общается, думаю, с женой и детьми Значит, два или три часа ночи Жена хочет заняться кое-чем И говорит ему Милый, сейчас дети спят, ты ничем не хочешь заняться? И что же ты будешь делать? Снимай штаны или трусы И это реклама Пепси Уверен, кто-то, кто по-испански не говорит, наверняка сегодня попробует сделать так же Ну-ка, прекрати Просто веселюсь Как я уже говорил, народ, я не знал, что может случиться Многое изменилось за эти годы И в этом году я смог попасть на реалити-шоу, но там все пошло Довольно странно Ну, что сказать, победителей не судят Что сделано, то сделано Что вышло, то вышло Ну и не так уж плохо шестое место, а? Говорит о Last Comic Standing Аналогии фабрики звезд, но для комиков Откуда был выгнан за использование смартфона Да, я не лучший из комиков Но только я сделал концерт для Comedy Central Сегодня у нас здесь моя мама Она такая Люблю маму, она здесь, народ Поприветствуйте ее Мам Вот она Эта маленькая женщина сделала меня И всегда всем говорит Да, он такой вылез оттуда Да, Хомбра, это путь к успеху Она не застенчивая, с ума меня сводит Ей нравится моя работа, ведь у меня получается Но до сих пор не понимает шуток И не потому, что не говорит по-английски Она отлично говорит по-английски Просто не представляет, что я комик Видит меня только как ее сына И я не могу ей рассказывать шутки Потому что она будет переспрашивать и все испортит Типа расскажу ей Мам, почему курица перешла дорогу? И все, что я услышу Кто выпустил курицу? Это шутка Какие шутки, бабоса? Ты знаешь, сколько я заплатил за куриц? Забудь Нет, это ты забудь Она все равно классная, парни Она видела меня за многими занятиями Многие скажут Ну, ты рассказал о маме А что насчет папы? Ну, его нет на фотографии Мой отец Вынесем ссоры из избы Мой отец был марьячи Богом клянусь, самый настоящий И мама зависала с ним одной ночью Лет 30 с чем-то назад И спустя 9 месяцев Та-дам! Появился я Так что я слабо помню отца Но мы с ним жили, пока мне исполнилось 4 А потом они опять собрались в свою группу И он свалил Я даже не помню, как он выглядит И иногда я вожу маму в ресторан И спрашиваю, мам, не хочу тебя злить, но просто Как он выглядел? Есть какие-нибудь фотки, чтобы я хотел представление имел? А мама, она не морная Берет острый соус? Он был вот таким Смешно, правда, очень смешно Он был вот таким А для тех из вас, кто не знает На остром соусе есть картинка марьячи Так что да, вот так мы разбираемся Меня спрашивали На твоем первом концерте, когда ты выступал Ты постоянно твердила об одном чуваке Твоем друге Филиппе Он существует? Он реальный человек Мой старый друг Знакомый уже речность Но он один из тех юмористов, которые просто не знают, когда остановиться Вот почему сложно тусить где-нибудь с этим парнем Потому что, знаете, уж я понимаю, когда остановиться Особенно если вокруг копа и слышно Шутки кончились Если слышно, то извиняюсь А у моего друга никаких тормозов нет И однажды мы гуляли, попались к копу, и он его взбесил О, думаешь, это смешно? Думаешь, легко быть офицером полиции? Видишь шрам? Меня порезали в 92-м А это? Пулевое, 96-й Что скажешь теперь, а? Ну и мне, как обычно, сказать на это нечего А мой друг такой О, правда? Ты чё делаешь? Смотри-ка сюда, чувак Ты чё делаешь? Он хватает мою рубашку, задирает и говорит Слышь, видишь эти растяжки? Пончики, 96-й Я говорю Чувак, он нас прикончит Да я знаю, дурак, но это же смешно Кстати, меня однажды тормознул коп Через две минуты, как я закупился в Крис Микрим, да? Я сам виноват, повернул налево, а не направо Но сам не заметил, потому что у меня лежала коробка с пончиками, и я О, съем, когда мой вернусь О, ты был такой плохой Так что, я съем тебя Не обратил внимания, что еду не туда, ясно? И конечно Торможу Позже Сижу и терпеливо жду, окопа долго нет Ну я, от чёрта, ещё целую вечность ждать Хватаю коробку, ставлю перед собой Открываю, да, и... О, я буду таким скверным И когда я был готов её порвать, хоп подходит к окну и говорит Ну что они обычно говорят, да? Знаете, почему я вас остановил? Это было слишком легко Я смотрю на него и говорю Потому что вы чуяли? Он чуть не помнил, сукин сын! И потом он пустил, да? Так что надо быть осторожным Если размишишь копы, у тебя есть шанс За этот год я попробовал кое-что ещё Я сходил в первый раз на игру рейдеров Эй, послушайте Мне очень непросто признать Что после сезона А это было в прошедшем году Я стал фанатом Я стал в прошлом году фанатом Может вам это и не нравится Но знаете что? Я не только стал фанатом Но я вёл шоу в Окленде И сказал пару шуток с отсылками к команде И оказалось, что в зале два её члена А я не знал Может они поэтому проигрывают? Им бы стоило тренироваться Но они двое там сидели Поймали меня снаружи Они были с дырвиками, такие У тебя какие-то проблемы с рейдерами, парень? Ну а я? Они меня схватили, взяли за шиворот Прижали к стене О боже Слава богу, они просто дали мне пару пасов И я ушёл Меня спрашивают Как ты пишешь такой материал, Габриэль? Как ты придумываешь эти шутки? Со мной что-то случается Но я не хожу к психологу А запоминаю, рассказываю тут Как когда я шутил про стремный Volkswagen У меня правда был Volkswagen Я не сказал Посмотрим, вдруг будет прикольно У меня был Volkswagen Нет, это моя жизнь Ещё меня спрашивают Почему ты носишь гавайские рубашки? Но я всегда их одевал И тут простая штука Почему я их надеваю? Потому что могу Они разноцветные, простите Если носишь гавайские рубашки И живёшь в гетто Люди не думают о тебе плохого Ты явно не бандит, если носишь гавайку И никто всерьёз тебя воспринимать не будет Да Ты откуда? Я из Гонавупу Нельзя быть злым и разноцветным одновременно Просто никак И можете поверить Я это проверял Был такой опыт однажды на самолёте Один парень начал вести себя странно И я такой Он нет, меня хватит Вообще-то каждый раз, когда я лечу на самолёте Что-то случается Всегда Однажды летел во Флориду И самолёт попал в молния Самолёт рухнул на 600 фунтов вниз Самый крутой из аттракционов И не важно, кто ты Хоть маньяк с отциткой в 20 лет Убившись сотню человек Даже самым крутым чуваком в мире Когда ты в самолёте, он падает Пять секунд, я был геем Я не вру Я был мексиканской горбатой горлой Был влюблён в себя Был прикольный народ Пока я не ушёл Вот вам ещё одна история Был у меня дорожное путешествие После которого я избавился от джука И сменил на универсал Ехал из Лос-Анджелеса в Феникс, чтобы выступать И дайте-ка скажу, кто был в машине Я вёл, а рядом со мной был друг Армандо Толстый парень Теперь мы зовём его сексуальной стервой Ну, не я его так зову, а его жена Он сексуальная стерва Короче, на заднем сиденье был мой приятель Мартин А рядом Филиппе Так что ездим Были на 10-м шоссе И ехали мимо индейских казино Уж простите, такие мы придурки Короче, у нас назад мы стали обгонять машины Я рассердился, ведь я вёл И говорю Вот следующую тачку я не пропущу И смотрю в зеркало заднего вида Жду, смотрю, жду, жду И я вижу серебристую точку Постепенно она превратилась в небольшую тачку С двумя шлюшками Некоторые подумают И как он узнал, что они шлюшки? Потому что Мартин с заднего сиденья сказал Я чувствовал измущение в силе Они попытались объехать, но я их подрезал Я веселюсь, а они сзади Ну и пофиг Филиппе с заднего сиденья кричит Дурак, ты что творишь? Чувак, расслабься, я веселюсь Габриэль, ты должен притормозить Чувак, да всё в порядке, всё норм Мы спорим, спорим Я перестал следить за дародой И не заметил, что сзади подкрался калифорнийский дорожный полицейский Внезапно я слышал Смотрю на спидометр 102 Ох, я испугался Торможу И маленькая тачка с двумя шлюшками тоже тормозят, потому что тоже разогнались Я на переднем сиденье в ужасе О боже, я пойду в тюрьму Чуть не плачу А с заднего сиденья подает голос Филиппе Дурак, ну и чё ты ноешь? Чё ты ноешь? У тебя травы-то в кармане нету У нас наркота в машине? Я же говорил, у тебя притормозить, да? Но нет, Пикачу сам всё знает Внезапно всем опустить окна Свежий воздух, Мондо повернул Сделай что-нибудь Коб подходит к окну Заглядывает, видит меня, узнаёт по телеку И такой Эээ, я тебя знаю, ты комик Да, тот парень с комеди-централ Ты ещё шутил про друга в отеле Как ты ему позвонил и чужим голосом обозвал его грязной шлюшкой А потом сказал, прикольно было Отличная шутка, ещё эту Шоколадный торт Я люблю, отличная шутка вообще Жаль это говорить, у нас тут две машины Мне нужны ваши права и регистрация Окей, вот они, отлично Берёт права, идёт к машине с двумя девчонками Целую вечность там стоит А я пока говорю всем Слушайте, он меня по телеку узнал Если мы будем прикольными, шутки мы потравим Может он машину не конфискует Плевать на штраф, главное, чтоб тачку не конфисковал Мондо, сыграй дурачка, отмочи шутку Мартин, прикал Лесси Филиппе, что, дурак, заткнись нахрен И вот коп возвращается к нам Так, и какого чёрта вы тут делаете? И прежде чем я успел придумать что-нибудь прикольного Я слышу с заднего сидения Дурак, он подвески проверял О боже, из-за этого дурик меня повяжет Офицер, простите, это мой друг Филиппе Тот парень из концерта, тот, который говорит, типа Ну это же было прикольно, он меня хочет в неприятности втянуть Правда, извините Неважно Он идёт к своей машине с моими правами Пробивает по компьютеру И опять целую вечность ждём И ему кричат с заднего сидения моей машины Эй, офицер, слава богу, у вас есть компьютер На прошлой неделе в Мексике тормознули, так у него был каталог с карточками Коп начал со смеху помирать И я О, мы его рассмешили, рассмешили Говорю, Мондо, дай мне о диске Беру диск с сонтреком из «Плохих парней 2» Вставляю третий трек Главная тема — фильмы Говорю Филиппе, скажи, когда коп сюда подойдёт Окей, дурак, он идёт И я ставлю песню так громко, как могу И самое лучшее — коп начинает идти под музыку А ещё лучше — две шлюшки из той машины Услышали музыку и обрадовались О боже, нас покажут по ТВ Коп идёт к девушкам, даёт им талон, отпускает Смотрит на нашу тачку И у нас прошёл полпесни И мы типа Высовываем руки, закон как полный идиоты А коп на полпути со смеху помирает Подходит к окну и такой «Да выруби уже!» «Да, сэр» Отдаёт право и регистрацию и говорит «Габриэль, сделай мне услугу!» «Я не хочу, чтобы этот монстр разгонялся больше ста!» «Можешь это сделать?» «Сделай это для меня!» «И делай всё, что хочешь!» «И давай, удачного дня!» «Не, ну это всё, что ли?» «Никакого штрафа?» «Никакого штрафа» «Я не знаю, что меня заставило посмотреть на него и сказать «Почему?» «Почему девчонкам дали талон?» И он мне сказал крутейшую фразу «Потому что они меня не рассмешили!» «Ты не понимаешь, Габриэль, я служу уже 26 лет» «И это самое ржачное дорожное нарушение, которое у меня было» «Ты хоть представляешь, как трудно было выписывать этим шлюхам штраф, слушая копов?» «Да я чуть не устался со смеху!» «Это в учебники попадёт!» «Как самое смешное происшествие с полицейским офицером, клянусь Богом» «Смешнее была только одна история, когда мой друг тормознул толстяка, и тот дал ему пончиков» «Ну, он начал уходить, я уже завожу машину, и тут Филиппе» «Значит, можно оставить травку» «Поворачиваюсь, кричу на него, но поздно уже, коп у окна» «Хочешь поиметь со мной проблем, сынок?» «Ты слышал, что я сказал, дурак» «О, думаешь, это очень смешно?» «Думаешь, я отпустил твоего друга?» «Ну, я знаю, кто он, мне нравится его работа, но я не знаю тебя, и ты мне не нравишься, выйди из машины» «Я поворачиваюсь, и Филиппе такой» «Ой, мне так страшно» «А коп достает дробовик» «Я в ужасе, о боже» «Заднее сидение, Филиппе» «Ой, как же страшно» «Дурак, он хорош, хорош» «Потом коп целится в него» «Выражение лица Филиппе» «Без тема» «Ты серьезно?» «Ты серьезно?» «Я попаду в тюрьму» «Я попаду в тюрьму» «Окоп такой» «Нет» «Ну это же было прикольно» «Люблю вас, Бейкерсфилд, спасибо» «Перевел специально для вас Карпов Сергей» «Выпейте за мое здоровье» «Спасибо» «Терлем» «Аşuceю да» «Амин» «А не сорвен empath» «Цвальпселканет 패 Продолжение следует...